Всем привет, друзья! С вами почти что самое интеллектуальное шоу в мире ГГВП и я ее ведущая Яна Химченко. Сегодня за звание самого эрудированного человека на этих двух стульях будут сражаться Христаллес и Хвост. Прежде чем мы начнем, хотелось бы узнать ваши прогнозы относительно того, кто же станет самым умным сегодня. Говори, рассказывай, как ты думаешь? Конечно же, тренер наш. Тренер думает абсолютно так же, поэтому приступаем. Ладно, итак, правило. У нас есть 8 тем. Кристаллайз, женское, кино, рандомная тема со всеми вопросами, которые только могут быть. Хвост, мужское, животные и школьные вопросы. В общем, сейчас мы задрафтим эти темы, будем драфтить друг другу. То есть Кристаллайз выбирает темы тебе, ты выбираешь темы Владу. Итак, на UEFA предлагаю вам определить, кто первый начинает драфтить. Хорошо. Уже было. Просто думали. Уже было такое. Сразу скажу, что автоматически тебе достается тема хвост. Держи, пока не читай. Тебе тема о Владе. С этими ты можешь драфтить. Давай. Пусть хвосту вот это пойдет. Тема женская. Уходит Саша. Ура. Читать? Теперь ты выбирай темы. Животные. Животные сюда. Смотри, осталось. Рандомные. Рандомные. Там сложные вопросы. Что поделать? А тебе школьные тогда? Наслаждайся. Школа, животные, хвост, все что-то. Вот эти две карточки мы оставим про запас, если вдруг у вас будут равные очки по случайности какой-нибудь. Мы их потом разыграем. Итак, начнет первый отвечать на вопросы Кристаллайз, потому что он победил. Ты можешь только его поддерживать сейчас. Я буду зачитывать вопросы, но ты смотри карточку. Ты уже подъедел? Так, тема животные. Так, а у меня тут нет темы животные. Буду читать твои карточки. Значит, первое. Какое животное не обитает в Африке? А. Акапи. Б. Тигр. С. Шакал. И. Д. Бабуин. В Африке, значит, да. Александр, ты слышал вопрос? Нет. Ну, отвечая, конечно, ты оставайся, но ты можешь просто отдыхать. Подсказок нет? Подсказок нет. Жаль. Четыре варианта ответа. Что тут выбирать? Ну, давай. А. Ты знаешь? Даже приблизительно не знаю. Ну, пусть будет. Акапи. Акапи, а что это? Я не знаю в том треховле. Это животное. Ну, это животное, да. Ладно, я принимаю. Которое обитает в Африке. Принимаю ответ, и он неверный. В Африке не обитает тигр. Бабуин. Тигр. Все верно. Исключительно в Азии живет. Да. Акапи – это смесь зебры и жирафов всего лишь. Итак. Вопрос только очевидно. Вопрос номер два. Что это за порода? Что это за порода? И сейчас я покажу породу тебе. Вот это. А мне? Что за порода собаки? А варианты какие-то? Бигль, Шпиц, Джек Рассел и Корги. Что у тебя какие-то очень сложные вопросы? Это же, собственно, животные. Так, Бигль вообще не знаю, кто это. Корги тоже не знаю. Либо Шпиц, либо Джек Рассел. Ну, пусть будет… Смотри, это же вылеты Шпиц. Джек Рассел. Это ты услышал подсказку, нет? Нет. Ну, хорошо. Ну, хорошо, я принимаю. И это не промобильный ответ. Это Бигль. Извините. Это Бигль. Это Бигль. Юный Бигль причем. Да. Так, третий вопрос. Биглец. Кто из ниже перечисленного лишний? А. Титанозавр. Б. Гетеродонтозавр. С. Терпилозавр. И. Д. Стягозавр. Нет, ну тут конечно… Терпилозавр, ясно. Явно тут отличный. Я принимаю ответ. Он верный. Поздравляю с одним баллом. Ты молодец. Терпилозавр приносит тебе заветное очко. Так, что? Переходим к тебе. С рандома начинаем? Ну давай с рандома. Я зачитываю вопросы. Ты их тоже читай про себя. Итак, что такое Пипи Дастер? А. Неблагополучный юноша. Б. Метелка для смахивания пыли. С. Подставка для нот. И. Д. Очки без заушных душек. Ну я думаю, что это С. Подставка для нот. Я принимаю твой ответ. И он неправильный. А ты знаешь? Пипи Дастер? Пипи Дастер. Тут Пипитер, наверное. А, точно. А это что такое? Это не телка для смахивания пыли. Может быть, ты знаешь… Пипи Дастер? Он такой… Я понял, пушистый. Все верно. Ну ничего страшного. А. Итак, второе. Какой заповеди в Библии нет? Почитай отца твоего и матери. Соблюдай день субботний. Не произноси имени Господа напрасно. И. Д. Несквернословь. Честно говоря, я… Как часто ты читал в Библию? Ни разу. Да. Ну давай предположим. Давай предположим. Отца и матери, наверное, нужно почитать. Поэтому это оставим. Субботы тоже там что-то вроде как… Ну какие-то есть там что-то субботы. Несквернословь. Но наверняка. Подожди, заповеди. Заповеди – это ж важно что-то. Десять заповедей, да. А, так это значит, это что-то… И одного только нет здесь? Да. Не произноси имени Господа напрасно. Четвертый кофе. Несквернословь. У меня два варианта. Ну давай, ладно. Не произноси имени Господа напрасно. Какой – нет. Хорошо. Я принимаю этот ответ. И он не принимает. Четвертый вариант. Несквернословь. Какой заповеди имеется? Ну… Я знал. Ну давай. Третий вопрос. Известные строки Маяковского. Ночь, улица, фонарь, аптека. Мне нравится, что вы больно не мной. Мой дядя – самых честных правил. А вы Ноктюрн сыграть могли бы? Так, ну хорошо. Мой дядя – самый честный правил – не то. Наверное. Ночь, улица, фонарь, аптека – тоже не то. Но, наверное, а вы Ноктюрн сыграть могли бы? Да. Я принимаю твой ответ. И он мне правил. Правильно. Давай. Давай. Вместе из ямы выходим. Так, переходим к кристаллику. Тема школьная. Школьный вопрос. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения? А. Жерло. Б. Сливовый. С. Кремень. Д. Мозаичный. Я опять послушал. Но, например, я согласен. Мозаичный. Где ошибка в ударении? Жерло. Сливовый. Кремень. Мозаичный. Ну я знаю где. Знаешь? Учитывая мои предыдущие ответы, мне кажется, что я уже ничего не знаю. Так. Жерло. Точно правильно. Сливовый. Пусть сливовый будет. Сливовый. Сливовый. Я принимаю твой ответ и он невежный. Да? Да. Жерло. Жерло это неправильно. Правильно жерло, как оказалось. Жерло вулкана? Да. Жерло. Жерло. Жерло это когда ты подходишь к нему-то. Ко мне люди на улице подходят, боже, какое у вас страшное жерло. И ты понимаешь, что как бы… Да, но… Жерло… ну как это так? Жерло. Неправильно. Я всегда думал. У нас своя будет игра. Так, не то что ты думал. Весь мир думал и весь мир, ко мне Яна это знает, что… Жерло. Ошибка в оплосе, Яна. Ошибка в оплосе. Хорошо, но мы его не зачнем. Второй вопрос. Слушай, ну вот тут тебе придется подумать. Реши задачу. У тебя есть 1000 голды. Твой ГПМ – 400. Через сколько секунд тебе хватит на Shadow Blade? Нет. И варианты ответов. 250, 255, 245 и 260. Но тут надо математически подходить… «1-6-8-0-3-4» «200, 242 одна…» Да, если бы он знал, сколько Shadow Blade стоит еще тогда? Ну, сколько стоит Shadow Blade? Давайте отходить. Ну, как всего. Сколько стоит Shadow Blade? Да. Ну, Claymore 1400, кажется. Это я тоже знаю, да. А Shadow Amulet сколько? 1300? 50. Наверное. Ну, наверное. Сколько? 3300 стоит. Да, 3300. Давайте будем отталкиваться от того, что Shadow Blade стоит 2700. Хорошо. Так. Сначала мы уже... Давай так. Давай. Вот смотри, у тебя 1000, да? Еще надо 1700. 1700 надо. А, 1700 надо? Ну да. То есть, если Shadow Blade стоит 2700, ты отнимаешь 1000, у тебя получается 1700. Ага. 1600 – это 4 минутки. Да. Правильно. Еще 15 секундочек добавляешь. 4 минутки плюс 15 секундочек получается. Сколько? 18, 20, 20, 240 и еще 15. Подожди, 15. Все правильно, потому что эти 400. Тебе нужно 100 голды. Еще 100. А, 200 нужно? Нет, ему надо 100 голды. Все, 100 голды и 15 секунд, тогда четвертая. Добавляй. 255. Есть такой ответ? Есть. Я бы его назвал. Давай, 255 пусть будет. Поедем. Правильный ответ. Ура. Давай пить у него вместе. Справились мы. Третий вопрос. Килиманджаро находится в Танзании, Тибете, Месопотамии, Чили. Скорее всего в Чили. Лука. Давай пусть в Чили будет. Хорошо. Я принимаю. Он неправильный. Килиманджаро находится в Танзании, Африка. Ты заработал 1 балл. Зато какой балл. Зато какой балл. 2-1. 2-1. Женская. Тут я думаю, что сейчас я буду справляться. Давай. Восполните фразу. У меня сложно. Тра-та-та. Легко. Тра-та-та. И невозможно. Тра-та-та. И варианты ответов. Понять. Найти. Прогнать. Найти. Потерять. Забыть. Простить. Так. Ну меня сложно найти. Легко потерять. И невозможно забыть. Насколько я понимаю. Я на скам говорю каждое утро. И в интернете каждый второй человек это видел. Так что да. Я принимаю. Это правильно. Что девушки не делают с брагами? Микроблейдинг. Постригание. Ясно. Выщипывание нитью. Запаивание. Ну ты должен знать точно. Ну хорошо. Выщипывание нитью. Звучит вроде как абсурдно. Запаивание. Ну что. Как можно запаивать свои брови что ли. Постригание. Ну это я думаю что есть. Микроблейдинг скорее всего тоже. Потому что ну что там микроблейдом каким-то там. Итак. Запаивание или выщипывание нитью. Как можно нитью выщипывать брови? Ты случайно не нитью выщипываешь брови? Нет. Нет. Кто-то из присутствующих выщипывает брови нитью? Подсказок нет. Так может Влада спросила. Может помотала? Ты не запаиваешь брови случайно? Нет. Когда? Хорошо. Или запаивание или выщипывание нитью. Ну два варианта. Ладно. Наверное что нитью можно как-то выщипывать. А запаивать что с ними? Запаивать это наверное. Это наверное убирать корни даже. Чтобы вообще их не было. И потом нарисовать новые. Точно. Выщипывание нитью. Я понимаю ответ. Он неправильный. Выщипывать нитью можно. Как оказалось. А вот запаивать это что-то можно. Да ну что я. Я даже уже сказал почему можно запаивать брови. Ты сначала их там ну в общем микроблейдингом их. Потом микроблейдингом. Это будет хорошим стартапом для тебя. Стартап. Да. Все мои стартапы пока успехом пользуются. Так. Третий вопрос. Функции консилера. Придание коже матовости. Придание груди объема. Придание обуви блеска. И скрытие недостатков. Ну консил то спрятать значит. Наверное скрытие недостатков. Ничего себе. Какой образованный. Ханки баллы. Это правильный ответ. У тебя за этот раунд 2 балла. Значит вы идете 3-2. Да. Саша лидирует. Теперь вопросы о Саше. Ой-ой-ой. Вообще нужно было 3 засчитать. Потому что запаивание это 100%. Можно нитью конечно выщипывать. Это моветон. Хорошо. Итак вопрос. Что предприимчивый Саша воровал в юности? Подсолнечное масло, апельсины, кредитные карты, бензин. Ну бананы бы добавил. Давай убираем кредитную карту и добавляем бананы. Их я тоже воровал поэтому. Подсолнечное масло да значит. С магазинов вряд ли ты воровал. Всякое было. Кто знает. Бензин. Бензин. Так вот ручки набирал. Сливал. Нет. Ну почему? Сливал. Сливал. Сливал я вот сейчас только что сливал. Ребитные карты. Эбитные карты это уже в юности. Это уже потом было. Ну если я не сидел, значит пока. Апельсины тогда. Апельсины. Хорошо я принимаю ответ. Он к сожалению не правильный. Саша скажи историю. Ну не исключено, что апельсины я тоже воровал. Но я этого уже не помню. Потому что у нас их так мало растет. Подсолнечное масло. Ну в Ялте детство было сложное. Все крутились, выживали как могли. И в одном магазинчике, поскольку в Ялте все находится под углом. На склоне все находится. И они пожалели сделать ровный пол. И был такой вот зазор между дверью склада и полом. А параллель, да? Нет. Там дверь просто. А пол был под наклоном. И моя ручка Юрка доставала масло оттуда. Ну я немного. Буквально три штучки. Потом пришел на рынок, его продал и купил Марс. Апельсины. Купил кредитные карты. Потом пошло-поехало. Потом в компьютерный клуб. Вот это International. Да, да. Но никогда этого не делайте. Потому что работали профессионалы. Не повторяйте. Так. Кличка Саши. Валет. Сэнди Досочник. Академик. Жиган. Выбирали Валет. Знаешь, я когда выбирала эти клички, остальные, я зашла на сайт, где написанные тюремные погоняла. Я понял. Понятно, почему кредит не кажется. Так. Валет. Ну, кое-то кого другого называют. Сэнди Досочник. Вряд ли. Академик или жиган? Да. Ну, пусть академик будет. Как ты думаешь? Кто такой вообще академик в тюремном этом? В тюремном? Да. Я не знаю. Вот я тоже не знаю. Ну, какой-нибудь умный человек. Я не обо мне, поэтому… Хорошо, я принимаю твой вариант академик. Он неправильный. Саша, твое слово. Тут все очевидно. Я не знаю. Три тюремных, этот самый, каких-то погоняла, валеты какие-то и Сэнди Досочник. Чего? Как меня зовут? Давай представим. Как меня зовут? Саша. Саша. А фамилию знаешь? Дашкевич. Давай сопоставим. Значит, Сэнди – это женское имя Саша. Ну, это же кличка. Это должно быть обидно мне. Ну, а Дашкевич, Доска, Досочник… Да. Ну, в Ялте очень предпримчивые люди. И они… Ну, как бы, фантазии особо отличаются. Вот так вот, да. Девочка она мне назвала. Кстати, живет сейчас она в Америке. Так что теперь она с Сэнди там постоянно… Третий вопрос. Исход детской игры для Саши. Разбил голову о кирпич. Поджег авто соседа. Упал с высоты 9 метров. Сломал шею. Это не моего меня спросить. Потому что я делал бы еще кое-что. Да. Ну, давай, у тебя теперь 50 на 50. Получается, что да. Саша. У тебя это прошлое, конечно, богатое. Ну, это Ялта. Ты что ты можешь делать? У тебя нечего там. Ни у кого денег нет. Никуда ты не можешь податься. Музыки тебя не учат. Приходится воровать масло и играться во всякие интересы. И прыгать с 9 метров, да? Падать. Ну, давай, кристаллик. Так. Разбил голову о кирпич. Ну, давай, собрался. Что более реальное? Это мне выбирали сразу, я тебе говорю. Ну, и там, и там выжить. Можно и не выжить. Да? Где? И там, и там. И упасть высоты, и сломать шею. То есть тут шанс 50 на 50, наверное. Угу. Если бы сломал шею, то сейчас бы я не сидел здесь с тобой. Понимаешь? Да. И она умеет выбирать. Поджог автососеда еще. Тоже ей ровет. Почему именно поджог? Там никаких поджогов не было. Оно само как-то разгорелось, я даже мимо просто проходил. Ну ладно, пусть будет поджог автососеда здесь. И я принимаю. Саша, это что, правильный вариант? Это неправильный, но такое тоже было. Горела там машина. Она не соседская. Да, я ее не поджигал. Ну, в смысле, что если? Бандит, что ли? Саша падал. Да, бандит по всем вопросам. Саша падал. Сус, это 9 метров. Как так это получилось? Да, в детстве у нас такая была игра. Называлась она «Ловы по деревьям». Суть это как салочки, наверное. Догонялки. Но только на землю нельзя было остановиться. И я, прыгая с одного дерева на другое, промахнулся немножечко. И упал в нижний двор. И полетел, полетел. Ну, там 9 метров это они уже додумали. Там была где-то примерно высота третьего этажа. Но упал я там на конструкцию такую, как котельную, наверное. Она была сверху мягкая, поэтому все более-менее обошлось. Но жалко было, конечно, проиграть в ловах по деревьям. Жалко. Кристаллик, мне тоже жалко, что ты не добрал. Так он уже проиграл. Но я предлагаю ответить тебе все равно на вопросы кристалла. Сейчас я все тебе расскажу. Давай. Какое животное мечтает завести кристаллик? Вомбат, дельфин, панда, пони? Ну, я думаю, что вомбат, потому что как бы соответствует моим желаниям вообще и представления о лучшем животном. Но панда, все. Это правильный ответ? Несложно. Видишь, я тебе все знаю. А ты во мне что? Масло посолничает. Ну, каким дельфином? Что бы ты с дельфином делал? Ванной с ним плавал? Так, рекорд Лада по количеству... А, ты читаешь. Да, давай. Рекорд Лада по количеству сыгранных игр подряд. 21, 27, 25, 30. Сложно. 30 выбирать. А ты сколько играл максимум? Подряд? Да. Да. Ну, две было. Сегодня. Да. Сегодня было две, да. Принимаю. Неправильный вариант. Тогда 21. Тогда 27. Сколько ты играл эти 27 игр? Где-то около 26 часов я играл. Неплохо. Спать не хотелось. Молодец. Поднял? Рейтинг. 14 выиграл, 13 проиграл. Продуктивный день еще, да? Очень. Неплохо. Что помешало Владу записаться в футбольную секцию? Сломанная рука, CS GO, учеба, занятия в студии лепки. Не, ну точно не лепка. Точно не учеба. Почему? Обижаешь. Я все. Все о тебе знаю. В CS GO, ну не GO уже. Смотри, футбольную секцию он в школе должен был записываться. Нет, в смысле. То есть год назад? В секции нет, она и в городе есть. Хорошо, это полностью... Так у Влада школы была два года назад. Ну так я понимаю. Ну так CS GO уже тогда не было. Здрасьте. Был? Не-не, не было. Был. Два года. Это точно не CS GO? Да был. Уже сколько CS GO? Три года, четыре? Ну играют лет пять. Ну что он, хотел в десятом классе записаться? В девятом? В футбольную секцию? Да. А вдруг? Да нет, так не делают. Ну хорошо, а если бы был 1,6? Просто CS. Тогда я бы выбрал этот вариант. CS? Да. Точно? Нет, конечно нет. Сломанная рука. Сломанная рука. Хорошо, я принимаю. Неправильно. Ну тут все неправильно, потому что был 1,6 CS тогда. Еще, так очевидно, что 1,6. Вопросы стало неправильно. Уезжайте, пожалуйста, вы уволены. Сейчас мы доиграем уже сами. Как у тебя закончились все вопросы? Ты победил? Ура. Саша. В связи с тем, что ты победил, я хочу тебя наградить. У нас тут есть призы. Измен AlfieMassieна. Этот фильм думал. Поскольку на фильме только ушел, я беру ключ. Ура. Загадочная история, конечно, она быта. Я бы еще не читал. Ну еще, я подменял на другую. Всех спасибо, кто смотрел. Сталик, не достраивайся. Спасибо. Так что в следующий раз, может в следующем сезоне отыграешься. Все, ребята. Всем спасибо еще раз. До встречи на канале нато свинцере. Пока. Субтрим. Субтрим. Субтитры сделал DimaTorzok